Масс-медиа Высокотехнологичные аспекты отрасли, социальные, и что мы считаем немаловажным, это сам человеческий фактор. Мало у нас деловые издания пишут о людях, которые делают эту отрасль, на самом деле, своими руками. И мы решили, что, знаете, я все время вспоминаю, что в 60-х годах, когда кто-то произносил, что работает нефтяником, геологом, это звучало очень почетно, и люди гордились знакомством с этими людьми, и женщины хотели выйти замуж за этих людей. Сегодня, когда говорят нефтяник для широких масс, это что-то такое, да, ну, воришь, прожигатели жизни, гачают наше общее достояние, деньги получают, а мы вот такие все бедные несчастные. Это на самом деле все не так. И мы решили поставить себе цель именно заняться популяризацией отрасли, популяризацией компаний и людей, которые в ней работают. И в этом аспекте, спасибо большое, нас поддерживает и министр энергетики, и министерство в целом, оказали нам вот такую информационную поддержку, и мы решили двигаться в этом направлении. Хочу сказать, что мы выбрали достаточно нестандартный формат, и то, что остается, говорю, за периметром многих-многих деловых изданий, мы решили подойти немножко нестандартно, потому что у многих пиарщиков существует большая проблема, когда нет новостного форума, повода, практически никто не берется за написать о том, на ту или иную тему. И поэтому в нестандартности мы видим нашу уникальность, тем более, что наша команда состоит из ребят, которые проработали многие годы в ведущих деловых изданиях, «Независимая газета», «Ведомости», «Форс», агентства «ТАСС», «Интерфакс», а также в корпоративных пиар-структурах нефтегазовых компаний, таких как «Газпром», «ТНК», ранее она была, и «Роснефть». Поэтому нам кажется, что мы думаем в верном направлении, понимаем, о чем говорим. Соответственно, хочется отметить, что мы не зависим, не являемся аффилированным ни к одной из, скажем так, ведомственных структур, и не аффилированным ни с одной нефтяной компанией крупной. То есть нам никто не платит, мы сами выбираем, о чем писать и что нам делать. Соответственно, про свежий взгляд я быстренько вам сказала. Не хотелось просто очень сильно заострять внимание, тратить ваше время. Так очень-очень давно сидим, поэтому я как раз-таки хочу подробно остановиться на нашем формате. Я вам сказала, что у нас нестандартная идет подача материала, и о том, что мы стараемся искать новую форму для того, чтобы материал, который не будет интересен ни одному деловому изданию, стал очень интересен для наших читателей. Знаете, я год назад, когда повернулась из Арктики, прожив на платформе практически две недели, я вам честно скажу, что 90% людей, которые у меня спрашивали, как я там жила, мало кого интересовало, что именно нашла там Роснефть, простите. Всех интересовало, как я там жила, что мы ели, что мы пили, и как живут настоящие бурорики, чем они живут, чем они дышат. И мы поняли, что у широких масс на самом деле очень-очень большая потребность в такой информации. Но согласитесь, что, например, когда возникло желание рассказать про работу завода, нефтеперерабатывающего, наверное, вряд ли кто-то начнет с вниманием читать про сложные технологические процессы. Поэтому мы решили, нашли такую форму подачи материала, мы на самом деле решили показать через поиск привидения. Простите, может быть, для кого-то это покажется смешно, но тем не менее. Мы отправились ночью на завод, и узнав о том, что, к примеру, жители Капотни, где находится московский завод, часто видят какие-то необычные летающие объекты, не то привидения, не то МЛО, мы показали читателю своему весь процесс, начиная от лаборатории, битумных установок, каталитического крикинга. Мы прошли все, и на самом деле, да, мы нашли привидения, вы не поверите. Нам сотрудники установки каталитического крикинга рассказали, что часто в праздники, в ночи, они снимают, им приходится снимать с установки самые настоящие шарики счастья. В праздники, в темное время суток, люди запускают эти шары счастья и просто ветром несет на завод. Вы не поверите, но на самом деле, казалось бы, материал про высокотехнологичное производство, да, но его читали, у него был очень большой охват. Люди прочитали с удовольствием до конца, увидели то, что на самом деле завод работает вверх круглые сутки, да, не останавливается ни на секунду, знали о безопасности, о пожарной безопасности, о безопасности труда. И да, они нашли для себя это привидение. Пусть это было так, но охват только этой публикации у нас составил уникальный пользователь порядка 20 тысяч. Для неновостного материала это достаточно большой, ну, хороший результат, тем более, что мы достаточно молодые. И мы считаем, что именно наша уникальность заключается в том, что мы стараемся найти при подаче материал неновостного, а вот что-то необычное, чтобы все-таки человек, который заходит к нам на портал, прочитал от начала до конца. Еще один раздел, который мы представляем на своем портале, это, скажем так, социальные мероприятия в тех или иных компаниях или ведомствах. Дело в том, что когда читатель тоже сталкивается с подобными текстами, ну, вот, например, Интералу играла вместе с ВТБ Страховани в шахматы. Или, вот, к примеру, вчера у нас был материал ЕСУ в Корсик, это про КВН Башнефти. Наверное, с нами прекрасно знаете, да, что компания Башнефть возглавляет господин Корсик. И вот с такими необычными заголовками люди видят, что в компаниях работают не биороботы в нефтяных компаниях, не занудные люди, а самые настоящие, живые, веселые, которые любят петь, танцевать. Это очень сильно повышает лояльность к самой компании и к представителям в целом нефтегазовой отрасли. Также есть еще один у нас раздел, скажем так, это и предлагаемый формат подачи материалов, это неформальный портрет руководителя. Вы здесь, ну, во-первых, все можете увидеть Елену Валентину прекрасную. Я, наверное, не буду рассказывать вам о всех ее достижениях, но, тем не менее, хочу заострить внимание, что подобного рода неформальный портрет руководителя также приближает широкие массы к, скажем так, не то чтобы небожителям, да, многие так просто считают, они понимают, что все мы, в принципе, родились, вы мне простите, да, одинаковыми, но просто каждый дает для себя, ставит для себя определенную планку. Кто-то ставит для себя высокую планку, идет к этому и добивается, но мы все видим, что у всех у нас были одни и те же интересы. Мы все, там, наверное, мужчины в детстве играли в футбол, у кого-то эта страсть сохранилась, у кого-то нет. Вот, например, материал у нас был про бесценные деньги Олег Первого. Человек многие годы, более 30 лет, собирал коллекцию уникальных монет. Очень многое он вернул, на самом деле, коллекции монет еще до Петровской эпохи, которые были вывезены из России и пропали навсегда. Когда во времена индустриализации у нас продавали все, что было связано с нашей историей, с границу, вот Фагидисуфч, он на самом деле сохранил очень-очень много уникальных монет, исторических, которые интересны эксперту, он вернул на родину. И сейчас все это передал в частный музей, все это доступно для простых гостей столицы, москвичей, экспертам, историкам. Это показывает тоже человека несколько с другой стороны, не одни цифры, мы говорим, что это очеловечивает, так, скажем так, восприятие нефтегазового отрасли. И еще один у нас есть формат, который проходит в рубрике у нас Energy Club. Эта рубрика подразумевает публикацию колонок, авторских колонок, как раз-таки о проблемах отрасли. Не все у нас такое веселое про КВН и про проведение. Да, есть и серьезные аспекты, и эта площадка абсолютно открытка, она подразумевает дискуссию, потому что там в рубрике у нас расположено и форум, здесь можно писать свои отзывы. И, в принципе, когда мы разговаривали с представителями министерства энергетики и говорили о нашем сотрудничестве, здесь планируется, я повторюсь, что мы молодой проект, но тем не менее, здесь планируется появление авторских колонок, заместителей министров, представителей ассоциаций. Вот Елена Валентина тоже будет частым участником этой колонки, поэтому ласкам опросима. Вот, собственно, все, что я хотела сказать про наш проект. Надеюсь, что у вас у всех есть в различных материалах наша краткая презентация. Если вам это будет интересно, мы будем с удовольствием рады посотрудничать. Ну и в завершении, наверное, хотелось всем пожелать пушистого снега, вкусного оливье и холодного шампанского. С наступающим Новым годом! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok